Здравствуйте, дорогие ребята, присяжьтесь. Итак, вот вам маленькая загадка, как повторение домашнего задания. Кстати, не помню, что мне звучало? Девятый день с плавной. А что мне было? Ложеный день с плавной. Ложеный день с плавной. Итак, расскажите мне, пожалуйста, кто такие Фёдор, Ерофей, Кремитий, Савель, Семён, Василий, Гаврила, Мартын. Люди с сушьими, хорошо, что ещё? Правильно мыслишь, правильно. Если я вам скажу их отчество, вам это поможет? Да, поможет. Фёдор Фёдорович, Ерофей Фёдорович, Кремитий Фёдорович, Савельй Фёдорович, Семён Фёдорович, Василий Фёдорович, Гаврила Фёдорович и Мартын Фёдорович. Они дети, милые, родняные. Они братья, да, между собой, казалось бы, но чьи это дети? Фёдора какого? Петланский, наверное. Какого Фёдора? Мол, он вызывал. Ему было 7 лет, когда вот эти события развивались, поэтому дяд был, имел 40 детей. Какого Фёдора? Петру. А? Петру. Какого Петру? А каких Фёдоров вообще помните из Петру Степашевого? Дядя Фёдоров, Петру Степашевого, хорошо, ещё. Ещё. Если я скажу, что у этого Фёдора отца звали Иваном, вам это поможет? Голозун. То есть сын? Голозун. Фёдор? Голозун. Фёдор Иванович. Иванович. А у него были бы дети? Нет. Почему? По семье не может. Нет. Фёдор Иванович сказал с большой степенью слабоумия, и у него фактически не было детей, помните, да? А вот эти вот люди, это кто получается? Подставные. Подставные? Или? Самозванцы. Хорошо, друзья, вспомните, да, когда уже Дмитрий Первый идёт своим походом на Россию, после его разгрома отовсюду начинают появляться самозванцы. Вымышленные дети Фёдора Ивановича. Совершенно верно. Как у него ещё одна загадка? В детстве этот человек был взят в плен татарами, в правдоркурках. Потом он освобождён венецианцев, некоторое время жил в Венеции. А когда через Польшу уехал в Россию, он встретился с Лжедмитрием. В России жил, очень хорошо погулял, но плохо закончил. Его ослепили и утопили в проруби в далёком Карнеголе. Кто это может быть? Ну, а не Борис Гогунов. Да, не Борис Гогунов. Да, это не. К несчастью. Он ещё собрал большое-большое боиско из крестьян. Нежиски. Сотворял. Даже его бывший господин Андрей Телетевский присоединился к этому военску. Что это для человека? Ещё и фамилия у него такая весёлая. Весёлая. Угу. Набоку «Б» начинается? Пять больше. Набоку «Болотников» заканчивается. Полотников. Полотников, да. Его продали, взял боблеты дарами, продали турком, выкуплены милицианцами, приймылся в Россию и поднял народное... Постали. Как вы думаете, с каким из лжедмитриев он познакомился в Польше? С первым или, может быть, с каким-то... С вторым. С вторым. С вторым. Это был второй лжедмитриев. И сегодня мы с вами снимем и познакомимся. Итак, давайте. У вас есть маршрутный листы? Да. Дам вам указанное дело. Как оно называется? Лжедмитриев. Давайте я тему запишу. Лжедмитриев. Сторожение. Нет, у вас же записано. Итак, каким образом мы переслопоставим? С тумбом. И исходя из второй части. Катру, там. Сот. Отлично. Давайте с вами откроем учебник. Параграф 12. Пункт 1. Признак воскрес. Кстати, почему так называется? Признак воскрес. Это какова судьба первого? Дополнительный. Ну как, Дмитриев? Там. Его убили, да? И вот здесь оказывается призрак воскрес. Три минуты вам прочитать этот пункт. И отвечать на вопрос. Кто такие душинские перелёты? И кто такой душинский вор? Потом ответы на вопрос мы с вами в вашем маршрутах листах и запишем. Итак, три минуты у вас есть. Время пошло. Спасибо. 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 Время заканчивается. Время совсем заканчивается. Что известно о личности этого человека? Кто это был? А как его звалили? Что в тексте сказано? Как его звалили? Его название неизвестно, его имя не сохранилось. Может быть, это был некто Молчанин, а может быть, это был некто Веревкин. История там умалчивалась. Разные сведения сохранились. У разных историков они, в принципе, отличаются. В каком году он начинает свое шествие? В 1608 году. Около какого селения обосновывается лагерем? Сушиным. Сушиным. Ныне это район Москвы, а в то время селение недалеко от Советского государства. И здесь он обосновал свое правительство, свою думу, своих чинов. И некоторые бояре в поиске наршивы стали переходить от Василия Шуйского к самозванцу. И наоборот. Как это явление называется? Тушинские перелеты. Тушинские перелеты. Давайте сами себе запишем. Тушинские перелеты. Ваш маршрут. Тушинские перелеты. Тушинские перелеты. Бояре. Переходившие от ЛЖДмитрия к Шуйскому. И наоборот. Переходившие от ЛЖДмитрия к Шуйскому. И наоборот. Фото положил Дмитрия Шуйскому. И наоборот. Наоборот пишется рост. И наоборот. Отлично. А каково было прозвище «Самого лжедмитрия» в России? Слушай, как это можно емко, научно описать? Преступник. Преступник, замужняющий... Какое? Вот что он пытался украсть? Не телефон же, не айфон, а что такое? Власть. Да? Давайте с вами запишем. Тушинский год. Прозвище Лжедмитрия II. Прозвище Лжедмитрия II. Пытавшегося захватить власть. Пытавшегося захватить власть. В тексте встретилось еще одно место. Я вам сейчас зачитаю вопрос, а вы мне скажите, пожалуйста, «когда и при каких обстоятельствах был впервые наречен патриархом Филарет, отец будущего царя Михаила Романова?» Будущий отец Михаила Романова? В тексте этот момент я буду, пожалуйста, установить. Когда и при каких обстоятельствах был наречен патриархом Филарет, отец будущего царя Михаила Романова? В туши у меня возникла даже система общественного управления царя Боярская дыма и патриархом Филарет. Тот самый Федор Романов, который был вострел в монархию по приказу Федора Романова. Валерисы Гордуновой. Смотрите, вот он где всплыл, тот самый Федор Романов. А я вам напомню, что это родственник первой жены царя Ивана Грозного Анастасии Захарина Юрьевой. Это был один из ее родственников. И вот так вот Борис Гордунов, пытаясь еще больше отделаться от родственников Рюриковича и на престолу, ссылая Филаретом, да, его на свет распрягаясь монархию. И вот из него без неизвестности он становится патриархом. Но я вам сказал, что он впервые наречен. То есть он будет патриархом еще. Еще. Это случится уже после окончания смуты, когда поляки и шведы уйдут из России, необходимо будет восстанавливать им власть. Новый избранный царь Михаил Романов будет очень слаб, потому что он крайне молод. И ему в помощь стоит его отец Петр. И этот период, когда они оба были правителями, один правил властью светской, другой властью церковной, получил в историографии название власть на симфонии. То есть они правили вместе. Все было замечательно. Именно тот, после смутный период. Но сейчас еще один момент. 15 тысяч поляков безуспешно осаждали этот монастырь. 16 месяцев подряд монахи оказывали героическое сопротивление. Как гласит предание, им помогали видения. Во сне и наиву и многократно являлся русский святой, который и основал этот монастырь. Как назывался он монастырь? И кто являлся монахом? Как назывался он монастырь? У вас в тексте, между прочим, это есть? Как поляки безуспешно осаждали монастырь? Последний я взялся в предыдущем монастырь. Ну, ты можешь сказать, что это монастырь? Троицы, сервис, монастырь. Кто его основал? Здесь и написано. Вы можете вспомнить историю 6 класса и литератую 5 класса, где вы житие этого святого изучали. Между прочим, он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Это изучали в прошлом году. Да. Это Куликовскую битву. Он благословил. Если это Троицы, сервис монастырь, то какой это Сергий? Какой? Троицкий. Нет. Троицкий монастырь назван, потому что он назван в честь Святой Троицы. А вот Сергий. Сергий это кто? Сергий. Какой Сергий? Он родился в городе Радович. Конечно. Радовичский Сергий. Вот именно он и являлся монахом в видениях, подсказывая им, куда будут бить поляки на будущий день осады. И об этом событии, об этой многомесячной осаде, великый русский писатель, поэт Алексей Константинович Толстой написал выдающееся, но уже немного подзабытое стихотворное произведение «Ночь перед приступом». Я вам сейчас его прочитаю, а мы после поработаем по этому тексту. Итак. Поляки ночью темною, пред самым покровом, с дружиной на южную сидят перед огнем. Исполненные отвагою, поляки крутят вкус, пришли они сватагою, в границ святую грузь. Из польской державы пришли из разных стран, пришли войной неправую, враги на россиян. Тут волохи усатые, и угры в чикменях, цыгане бородатые, в кослатых кожухах. Валя толпою бегаю, пришла за ратью рать, с лесов с ним и с сапегаю, престол наш воевать. И вот, махая бурками и шпорами звеня, веселыми мазурками в круг яркого огня, с ухватками удалами везутся их ряды. Гремя, звенят, сымбалами кричат, поют жиды, брончат, цыганки бубнами наездники шумят, делами нашу бубнами грозит их ярый взгляд. И все стучат стаканами, да здравствует Литва! Так воздухами пьяными свечают покрова. А там, едва заветная, межсосени и любовь, в Англии стоит заветная обитель чернецов. Монахи с верой кубаниной возьмут вперед взор. Вокруг твердыни каменные ведут ночной назор. Среди мечей зазубленных в священных стихарях, и в панцирях изрубленных, и в шлемах, и в тахьях всю ночь они на морозную на утренней полю, рукой удержат грозные кресты или топоры. Священное их пение вторит высоких ран. Железное терпение надило их врагам. Не раз они, предпитывая их призрев, ночной покой, смиренную молитву встречали день золотой. Не раз, сверкая взорами, они в глубокий ров взбивали шестоперами литовских ударов на льцо. Не на день в их обители глаз Божий не затих. Блаженные святители в окладах золотых глядят на них с любовью. Святых львуют хор. Они своей кровью дадут ли тебе отпор. Ночью, там пушка грянула, во тьме блеснул огонь. Огонь блеснул, вражья воспрянула, раздался трубный губ. Молитесь Богу, братья, начнется скорый бой. Я слышу их отрятия, и гиканье, и вой. Несчетными станицами идут они вдали. Приляжем за бойницами, раздуем и делим. Итак, друзья, давайте мы сейчас с вами немного поработаем с этим текстом. Первый ряд. Первый ряд. Ваша задача. В течение буквально четырех минут найти, какие цвета характерны для поляков и для русских. То есть какими цветами автор стихотворения описывает поляков и русских? Цвета. Синий, белый, красный, зеленый, голубой. Понятно? Цветом даже может быть существительное. Подсказка. Второе. Какие существительные применяет автор к полякам и русским? Это могут быть национальности, это могут быть просто прозвания, названия, существительные применения. Третий ряд. Вы находите занятия, которыми занимались поляки и русские во время осанда. Перед осандаем сейчас. Занятия. Что делаете? Вы. Вы ищите звуки. Характерные. Для польского стана, для русского стана. На все есть пять минут. По окончании времени вы услышите звуковой сигнал. Напоминаю вас. Он будет у вас. Вот такой. Колокольчик. Пять минут у вас есть? Лея пошла. Пять минут у вас есть? Ну, вовсе. Ну, что я… Я не знаю. Не, вы. Существительные. Существительные. Не, вы. Я не знаю, что… …вот, что… …вот, что… …вот, что… …вот, что… …вот… …вот. …чет… Спасибо. 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 Отлично. Время закончилось. Давайте с вами проверять. Первый ряд у нас выписывал цвета характерные для... Всё, на меня внимание. Ручки все ставим. Цвета характерные для поляков и для русских. Цвет какой? Ваня, для поляков какие цвета характерные? А? На пол. Плохо. Максим? Или Ира? Черный пол. Не стоп, для поляков. Все понятно? А как мы видим, что это? Вот. Ну, они везде, да? Ночью ломною. Вот. Вокруг яркого огня. Да? Вокруг яркого огня. Темной. Яркой. А для русских? Золотой. Черный. Золотой. Черный. Я уже говорил, что цвета это же не только прилагательная, это же может быть существительная. И вот Мира сказала, что есть слово красный. Кровавый. Да? А где это написано? Найдите ему. Кого-то знали? Кого-то нашли? По-саму-саду. И они? Найдите мне, где здесь говорится про кровь. Девочки, подсказывайте. Давай, Мира, давай. Глядя. Что глядя? Они свекло. Цветы фликуют кровь. Они своей кровью дадут ли две отходы, да? Отлично. Хорошо. То есть вот он. Красный это же не только цвет крови, это еще цвет страсти, цвет любви, да? Цвет долга. Существительные, характерные для поляков. Илия? Ага. Цыганец. 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 Еще. Никита? Цыганец. Монахи, если я помню. Поляков. А. М? Цыганец. Жиды были? Да. Угры? Да. Венгры. Волохи. Румынии. Да. То есть видите, это единая нация или это сброд? В. В. А здесь существуют какие? Монахи. Опять же. Черницы. Это второе позвание монахов. Потому что они в черном ходили. В. 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 Еще есть слое здесь такое замечательное. В. В. Вд. В. 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 Они едины? Единство Давайте здесь сброд Здесь единство Чем занимаются поляки? Третий ряд Сидят Еще Сидят Играют Еще И все стучат стаканами То есть что они делают? Пил? Скажите, пожалуйста, для них вот этот поход Это развлечение Или серьезное такое большое бывальное дело? Развлечение Развлечение А вот русские монахи чем заняты? Молитва Молитва Еще Держат Кресты или топоры Война И так далее Звуки какие? Звуки Звуки Порядки Порядки Звон шпоров Звон гумов Шум наездников Стаканы Пляжный воздух Игром Пушки Пушки, да Пень Викрование Викрование В хоре Опять же пение, да? Еще Молитва Что же звук Он отличается от пения Даже если поют во время благослужения Он отличается Смотрите, пожалуйста Кто чаще в руках держит оружие? Поляки или русские. А вот давайте сами найдем, где у поляков оружие встречается. Кожухи — это одежда. Пушки. Только лишь пушки, да? А у русских? Давайте. Среди мечей зазубленных, панцирят изрубленных, шлема, тофьяк, это типа... Сбивали шестоперами, приляжем за бойницами, раздуем фитили. То есть для кого это более такое важное дело? Для русских. Но почему, скажите, пожалуйста, поляки пошли именно на монастырь? Не на деревню, не на какой-то еще на страну. Именно на монастырь. Что их в монастырях привлекает? Там. Они плевают не только себя. Там же были как золотые системы. Тем более, что, помните, монастыри же сами себя обеспечивали. Добывали себе зуб, добывали себе деньги. Поэтому они были очень богатыми. Вот поэтому-то и привлекало наших пришельцев. Итак, скажите мне, пожалуйста, удалось ли полноценно вторгнуться и управлять территорией России, уже Дмитрия Второго? Да. Все ли отряды ему подчинялись? Вот этот отряд, который пытался захватить монастырь, вообще ушел от него. От этого главе с Лизовским и Собелькой. Они ушли, они стали мародерничать. И это был один из минусов правления уже Дмитрия Второго. Друзья, давайте с вами проверим, как мы усвоили материал. Сейчас я вам открываю вопрос. Вы, прочитав вопрос, поднимаете карточку, звук выграя на ответ, лицом ко мне. И я уже все это дело у вас проверяю. Можно поднимать повыше, потому что мне надо будет все это делать с коллегой. Я вижу здесь, где у нас есть предатели, которые неправильно ответят. Опа! Призанец. Ален, поднимай, поднимай, поднимай. Спасибо. Давай с вами теперь посмотрим. Какое? Нескал. Это был ровный. Ой, надо вернуться назад. Вы прошли, да? Да. Ладно. Давай еще раз задаем. Почти проблемы какие-то получились. Вам время-то не позволяет? Держи. Отлично. Видите у вас? О, уже никого из тех, кто не списался, даже один все-таки есть. Один все-таки есть. Кто-то уже двенец первым его назвал. Итак, отлично. Вот он, и это. Показывай мне сразу. Вороним. Просто венглами. Давай. Пушески березы. Можно проникнуть. П воника. Можно проникнуть. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Двенадцатый Двенадцатый Вопрос номер два Тем, кто хочет четыре Вопрос номер два три Тем, кто хочет пять И вопрос номер пять И вопрос номер пять И вопрос номер один Два на четыре, два три за пять Один за три Я вас благодарю Спасибо большое Отключайте Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok